Сейчас мы театрические разбивочные работы ведем. Сейчас, но уже закончили. Скажите, а много еще работ планеты? Очень много. К нему, пожалуй, совсем... А почему от графиков отстаете? Без комментариев. Ну вообще так, то должны уже 31 числа были закончить этот участок. Ну если должны, значит закончить. 31 июля. Девушка, я говорю, без комментариев. На Карла Маркса работы только начались, хотя участок от вокзальной до диктатуры по планам должны были закончить еще 31 июля. Этот график с помпой представила мэрия в мае. 13 этапов, десяток схем, только бумажная работа оказалась напрасной, ведь порс-мажоры поджидают строителей даже во сне. Тук-тук, здравствуйте. А чего спите, чего не работаете? Ждем бабкетов. Чего ждете? Бабкетов. Нету техники? Есть, там работают. Там это где? Ну вот, внизу. У нас еще там пресс делают, чтобы асфальт делать. А по идее должны были уже 31 июля закончить этот участок? Заканчивали, чего. Срывают сроки и на Дубровинского. Дорогу от рекпалаты до Перенцона должны были открыть 10 августа. Но работы, кажется, не сдвигаются с места. Дмитрий Дмитриев, глава центрального района, ответственен за Карла Маркса и Дубровинского. Почему срываются сроки, ответ он находит не сразу. До Перенцона, да? 10. Значит, наверное, какая-то немножко нестыковка прошла. Скорее всего, ошибка закралась тем, что 10 число было обозначено как окончание работы по теплотрассе. От вокзальной до диктатуры. Значит, так, сейчас мы сообразим, что у нас там происходило. На том участке тормознулись. Потому что там очень долго согласовывали дополнительные объемы работ. Долго еще ремонт будет идти? Не знаю. До 29 сентября. На Белинского? На Белинского все это полностью протезанно-железника. Там уже буквально 20 дней, по-моему, было отведено на ремонт. А это уже Белинского. Бригада рабочих явно не в курсе завершить ремонт. Они должны были еще 10 августа. Владислав Логинов, глава советского района, ответственен за ремонт на этом участке. Нашел другую причину для срыва сроков. Объективно можно представить, что за этот период 10 дождливых дней было. И в соответствии с этим график на 10 дней изменился. На 25 августа. Поэтому вот эти вот корректировки, они, безусловно, имеют существенное значение. А вы какие работы здесь ведете? Связные. А дорожные замечали здесь? Да, работают. Как часто? Сейчас никого нет? Ну, может, в другом месте работают. А конкретно здесь, на этом участке? Нет, не видим. Сегодня не видят? Нет. А это уже проспект Мира. Разрытые тротуары, сложенная брусчатка и ни одного рабочего. Хотя еще 16 дней назад отремонтировать должны были участок от Каратанова до Винбаума. Поэтапно, квартал за кварталом. Но пока с такой щепетильностью кварталы только перекрывают. И всему виной скрытые от глаз невидимых рабочих колодцы. Мы начинаем работать по капремонту, вскрываем асфальт. И, соответственно, обнаружили колодец, поднимаем сверху плиту и кирпичная кладка разваливается. Получается, идут непредвиденные работы, соответственно, затягивается со временем. И получается, у нас на участке парижская коммуна Каратанова и не было и ливневки еще. Поэтому у нас более глубокое было изъятие дорожной одежды. Но, безусловно, самый долгожданный объект среди красноярцев – это коммунальный мост. На его ремонт также отвели 120 дней. И по первоначальному плану сдать его должны уже 13 сентября. Но, учитывая общие сроки отставания, примерно две недели. Еще не факт, что все вместе мы поедем по коммунальному мосту уже в сентябре. Виктория Лопатайте, Владимир Антонов. Новости ТВК.